мир всем я сегодня хотел показать как растоплять русскую печку сегодня суббота перед великим праздником пасхой и мы будем там печь куличи и хлеб тоже потому что у нас ну такой духовки нету мы уже приспособились собственно к русской печи значит я не то чтобы меня баба моя учил я просто видел как она это делала наверное способов много как растоплять печку ну вот я покажу один из должны быть лучинки заготовлены уже значит ученики должны быть обязательно изогнуты да это шутка просто такая полежка попалась я складываю ученики колодцем ученики вот так вот делаю такой небольшой колодец а потом внутри закину бумажку и зажгу его потом когда она разгорится посильнее я ее продвину туда вот наверх тоже положу сюда вот так вот господи благослови значит для этого обязательно нужно открыть заранее трубу ну я ее открыл уже поэтому мне проще вот сейчас огонь начнет разгораться и собственно потом когда насильнее начнет разгораться соответственно я туда подкину и там пару дровишек сейчас приготовлю которые я потом закину уже наверх пока будет огонь гореть я бы хотел поговорить о сегодняшнем дне и вообще об этой неделе о празднике который предстоит который случится сегодня ночью это пасха христова христово воскресенье православная церковь православная церковь вот эту неделю которая была называется страстная седмица страстная неделя вспоминает события в жизни иисуса христа последние его дни как его предали значит на распятие как его распяли как погребли вот конкретно то есть это все по дням конкретно в пятницу это было распятие христа когда он был на кресте умирал когда он умер и когда его погребли в церкви значит выходят с плащеницей крестный ход идет я вот когда шел я плакал я человек который 2000 лет прожил уже после того события я знаю что он воскреснет через три дня все знаю какая радость будет но я плакал потому что если как бы включить воображение перенестись туда представьте вот тех людей которые там как ученики говорили потом говорит а мы думали что он тот который там восстановит царство израиля то есть они видели какой то был человек как он был честный какой правдивый такие дела творил чудеса и вот раз как бы и все его не стало полное такое раздавленное состояние как бы состояние смятения паники а что дальше это делать а естественно если вот когда такое состояние то есть это состояние эмоции ты не можешь рационально мыслить соответственно петр говорит ну чё я дальше пошел ловить рыбу эти говорит ну мы тоже с тобой пойдем и вот интересный момент я говорю какое было безумие тех кто его предавал как они стояли кричали перед пилатом пилат безбожник и то в какой-то момент потом он он уже хотел отпустить иисуса вот потому что слова и иисус христос это был не просто человек тем более там еще жена ему сказал что видела сон что она за иисуса во сне много пострадала вот а эти стояли и говорили что кровь его на нас и на детях наших я вот так вот представляю думаю какое это безумие какой страх они на себя какую кровь навлекли то есть это ну вообще просто это это злоба вот в чистом виде злоба которая ну просто отнимает разум там были понятно и знатные какие то естественно там и пресвященники и все там кто себя знать и считал и были просто крестьяне всякие которых они там подговорили то есть ну просто недовольные сейчас я пододвину туда и можем пару полежков уже закинуть опа можно даже еще вот так так вот ладно они его осудили все то есть и пилат почему пилат пошел на это потому что они явно сказали если говорит ты его отпустишь то мы тебя просто сдадим ты не друг кесарю пилат у должности безбожник скажет да мне зачем это надо выходите закон и лезьте но я думаю что и пилат также потом переживал вот то есть это не просто так он там ну ладно все забыл там пошел своими делами заниматься я думаю он еще переживал какое-то время и вот теперь интересный момент который меня которым меня очень зацепило я и как-то никогда не задумывался об этом пришли к пилату вечером взять тело иисуса кто пришел пришел иосиф из аримафеи вопрос а кто такой иосиф он что за иисусом ходил нет он не был из числа двенадцати а где апостола то где петр ну понятно там был такой страх у них такая паника была то есть они все разбежались все в таком смятении петр вообще предатель вот естественно его состояние души можно понять как он себя там все скажет я вообще не угодный просто я больше не апостол ну вот это его ну как говорится тоже можно понять так а где где другие то почему именно иосиф где там я не знаю какая-нибудь самарянка там где этот яир там же куча других людей было почему они не пришли а кто такой иосиф шесть раз в новом завете конкретно в евангелиях четырех говорится об иосифе иосиф значит пришел из аримафеи интересно вот то что там сказано буквально немножко о нем мы можем о нем составить какой-то портрет кто он такой он был знаменитый добродетельный богатый какой же он еще был там написано что если он не побоялся зайти к пилату значит он был смелый он был смелый и он был тайный ученик христа тайный из-за опасений от иудеев тут столько много вопросов почему ему иисус ни разу не сказал да ты трус там предатель прячешься ходишь что ты боишься ходи вот видишь за мной вот ходит двенадцать не бояться нет у него так не сказал он был написано а представьте представьте такую ситуативу ну вот это губернатор как inteligente кenne такого бомжеватого вида в каких-нибудь истёртых заплата на заплате у него и просит тело, да Пилат скажет своим воинам, бичами его гоните там до калитки, а мы знаем по археологическим раскопкам, и как раз что за бичи, которыми бичевали Иисуса, у римлян на конце там были железные грузики, которые рассекали до 4 сантиметров тело, то есть это вот еще к вопросу о том, как Христос страдал, я тоже где-то недавно прочитал, что там 54 медицинских фактора о смерти Христа, то есть это очень страшно, так вот, пришел именно богатый человек, то есть богатому другое отношение абсолютно, его знали, он был в совете, значит богатому-то тоже неплохо быть, и значит им место есть в этой истории, то есть он нигде не порицается, а если он богатый, значит вот он именно своим богатством, своим положением он послужил, естественно при одном условии, что мы берем и бедного верующего, и богатого верующего, то есть в данном случае вот она как бы черта бедняков, или как сказать, да они верующие, но их нету, все, они никто, они все разбежались, все там рассыпались, этот пользуясь своим положением, если он богатый, значит, ну давайте представим, что как будто он там бизнесмен, предприниматель, скорее всего, естественно это смелый человек, вот, потому что в любой предприниматель это смелый человек, он всегда идет в новизну, что-то делает, вот, берет, то есть естественно и пилат ему спокойно, ну, там, ладно, хорошо, там, все забирайте, идите, пришел, купил саван, то есть это нужны деньги, там, купить саван, и я говорю, как интересно все у бога устроено, то есть этот Иосиф уже заранее купил гроб там, ну, вот он может быть для себя, может для своих родителей, может еще для кого-то купил, у него деньги есть, то есть вот такое вложение сделал, скажет, пусть постоит там, петись не просит, у бога все это рассчитано, что именно этот гроб будет для Иисуса Христа, никто там, ни из учеников никто не купил гроб, а именно тот человек, у которого есть деньги, вот, вот, поэтому я к чему говорю все это, что у каждого человека в жизни своя роль, у каждого в жизни человека свой путь, свои таланты бог дал, вот, и когда человек, какой-нибудь один человек пытается там, не знаю, свою модель поведения, свою жизнь нацепить на другого, это весьма неправильно, мы можем у других людей чему-то учиться хорошему, по мере возможности, по мере сил своих и так далее, вот, но у каждого человека свой путь и свое предназначение в этой жизни, и вот Иосиф, как он сделал благоразумно, к нему пришел Никодим, они вместе, Никодим это был учитель, по всей видимости, тоже у Никодима были деньги, там на последние деньги он купил это, либо у него там, я не знаю, не последние они были, он купил около 100 литров, значит, благовоний, вот этого вот раствора, которым они, значит, обмазывали там этот саван, что ли, или тело, вот, то есть он тоже вот пришел чем-то послужил, и да, они не ходили, я говорю, они не ходили за Иисусом, как ученики, вот, но, то есть они все равно верили в Бога, верили, прям, сильно верили, и, соответственно, великий Бог, он знает, Бог сердцеведец, знает сердце каждого человека, и в этой истории, даже в этой истории у каждого человека свое место получилось, у Никодима, вот даже Никодим, что он сделал, он один раз пришел, по крайней мере, и то, что засвидетельствовало в Библии, и какой яркий пример, самый главный, пожалуй, что они разбирали вопрос о рождении свыше, то есть Христос сказал, если ты не родишься свыше, не увидишь Царство Небесное, как это очень важно сейчас, ну, сегодня для нас, как пример, вот, принять это на себя в жизни, вот, и следовать этому. Вот, такой вопрос, как бы, такое рассуждение, которые мне пришли, вот, в связи с этими праздниками, с этими событиями, и об этом человеке Иосифе, которому поют сейчас благобразный Иосиф, там, ну, и так далее. Вот. Ну, все, а теперь идем далее. Так, мы продолжаем дальше. Тесто у нас уже подошло. Сейчас мы смазываем формочки. По всей стране самоизоляция от этого коронавируса. Растет число заразившихся. Люди все, так скажем, на карантине, на самоизоляции сидят. Но это не значит, что празднику не быть. Празднику быть, тем более, это самый главный праздник, самый великий праздник православия. Потому что если бы Христос не воскрес, то все было бы тщетно, тогда, ну, было бы очень тяжело бы человеку спастись и так далее. Гаверик. Тесто раза два, наверное, поднималось. Мы его взбивали. Так, ну, господи, благослови. И, значит, я помыл. Тесто мы делаем всегда на козьем молоке. На яйцах на своих. Где-то ложим одну треть, потому что поднимется очень сильно. Даже чуть-чуть поменьше, да? Вот так вот. Ой. Немножечко там уминаю. Формочки разные всякие. Будем обязательно дарить куличи на Пасху людям. Ну, вот, для этого я подготовил специальные формочки. Но это шутка. Такие формочки даже не знаю для чего. Маленькие. Нет, мы будем дарить вот такие формочки. Вот такие формочки. Большие. Заполняем сюда всё. Поставим. Заодно решили ещё и хлеб испечь, потому что теста много. А хлеб как раз закончился. Вот и будет у нас такой хлеб куличный. Вот так. Это здесь надо сейчас помазать всё. Ну, что ж. Мнения разные сейчас. Все храмы закрыли. Кто-то говорит, что вот, как же так, надо там идти. Кто-то говорит, нет, надо проявить мудрость и посидеть, раз власти говорят. Самое главное, что как бы немножко обидно, что заводы, стройки все работают, а храмы все закрыли. Что типа вот, наоборот бы храм открыть, но если власть там неверующая, то, конечно, это, ну, как бы, у неё вот такой вот выход, такое решение. Вот, ну, здесь это не причина, это следствие. Вот, а причину надо смотреть глубже гораздо. Не мы ли стали причиной того, что у власти такое мнение, как пишет там один священник, ну, тоже мне очень странно было, он пишет там. Вот, нас считают там за, как это, антиквариат какой-то. Ну, честно сказать, вот любой сторонний человек, тем более неверующий, побывав там на службах, там где-то крестные ходы, может быть, он реально подумает, что, ну, это какой-то антиквариат. Почему? Потому что бывает там, там патриарх говорит проповедь, не слово о Христе, ездят там, что-то свящают там, где-то там, какие-то военные, не знаю, крестные ходы, длинные службы, а Христа нету такого ощущения, что, ну, у неверующего создаётся такое ощущение, что, а что здесь происходит, вы что делаете там? То есть, вот, был Христос, было у Него учение там, вот, а сейчас настолько всё как-то видоизменили, поэтому, ну, вот, сложилась такая вот ситуация, небольшая проверочка для нас, для христиан, то есть, вот, закрыли, и все уже там в какой-то, то ли панике, то ли не знаю в чём. Ну, кто-то сохраняет спокойствие абсолютно, ну, эту ситуацию так не разрешить вот сейчас быстро, и однозначно тут не скажешь, потому что кто-то говорит, правильно нужно дома посидеть, кто-то говорит, нет, нужно идти там, вот, ну, не знаю, как, вот, по крайней мере, ну, власти говорят и уже штрафуют власти, вот, даже священном начале штрафуют те, которые нарушают там, то есть, были случаи там, в городах рассказывали, вот, поэтому, ну, у нас ситуация вот такая, то есть, мы всё равно к празднику готовимся, куличи осветят, вот, поэтому, ну, что ж, в любом случае, всем духовной радости в этот день встречайте воскресшего Христа, мир и благополучия, и Христос воскресе, воистину воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе, всех ещё раз поздравляю с этим высокоторжественным праздником. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok